По статистике около 65% людей страдает морской болезнью. Им становится плохо при укачивании. Это одно из самых распространенных в мире расстройств. Симптомы возникают не только на водной прогулке, но и при езде на наземном транспорте. Да, но неприятные ощущения можно победить. Будем тренировать свой вестибулярный аппарат вместе с фитнес-тренером Алиной Казанцевой. Алина, доброе утро. Рады видеть вас в нашей студии. И, конечно же, честно говоря, от такой гимнастики мы слышим впервые, что можно победить морскую болезнь с помощью специальной зарядки. Расскажите, как такое возможно? Доброе, бодрое и спортивное утро. Сегодня мы с вами посмотрим на эти упражнения, которые действительно помогут нам улучшить наше равновесие, нашу координацию, наш баланс. И вот такой комплекс действительно помогает нам адаптироваться к отличным нестабильностям. Слушайте, неужели морская болезнь случается у тех, у кого проблемы с равновесием? Ну, я бы сказала так, что это одна из причин, но, конечно, есть еще и другие причины. Давайте скорее начнем уже тренироваться. Вдруг у нас, кстати, с Людмилой морской болезни нет, но мало ли что, заранее, как говорится, мы ее тоже... В общем, нам надо закалить вестибулярный аппарат. Все верно, да, все верно. Вот смотрите, какие простые упражнения мы можем сделать. Мы начнем с самых простых и затем просто... Можно, кстати, присоединяться прямо у экран телевизора. Конечно, да. Значит, смотрите, первое упражнение мы просто можем поднести колено к груди и постоять так, ну, минутку. Ну, у меня, если честно, к груди колено не получается. Ой, я уже падаю. Ну, нужно стараться. Смотрите, то есть если устойчиво получается эта поза, то значит, в принципе, все в порядке с равновесием. Вот у Людмилы явно есть какие-то... Нет, вот все, смотрите, я зафиксировалась. Все, не дышим. Главное не сдуть. Сколько стоять? Минутку, две? Можно минутку постоять, да. Можно поменять. На одну ногу, на вторую ногу. Да, на вторую ногу. Затем можно даже усложнить это упражнение. Давайте усложним. Например, отвести ножку в сторону, да, и тоже. О, знаете ли. Постоять чуть-чуть на одной ноге и затем... А смотрите, как... Какая-то морская каракатица была. А смотрите, а у меня же ведь нет морской болезни. Это потому что я умею держать все-таки равновесие, да? Потому что ты отводишь ногу в сторону. Еще одно из упражнений, которое вы можете практиковать, например, наклон вниз с разведенными руками. Так, давайте попробуем. Такая ласточка. Да, именно. Это упражнение так и называется ласточка. Одна нога, да, и другая нога. Людмила, глядя на нас, это упражнение называется чайка. Такая переевшая. Причем чайка. Или же можно усложнить, да, и руки опускать вниз, да, вот в таком положении. И можно взять какой-то вес, если уж совсем усложнить. А сколько стоять нужно? Ну, смотрите. До завтра. Можно держать статику, да, там, минутку, например, или делать подряд на каждый счет. Алина, ну вот на самом деле, смотрите. А, тут еще счет считать надо. Я в столы. Смотрите, я пока чувствую напряжение в мышцах. Все верно. Но вот все-таки, если мы тренируем вестибулярный аппарат, какие процессы сейчас происходят в голове? Что у нас мозг укачивается и привыкает к этому? Смотрите, да, мы привыкаем именно вот держать равновесие. И в таких нестабильных подвижных условиях мы будем лучше себя ощущать. То есть мы формируем такую, можно сказать, привычку, да, адаптируемся. Смотрите, я усложнился, еще лечу. Вот, ну это вообще, да. Вась, давай вот без вот этих ваших, а то сейчас это так мы не сможем. Я знаю, что есть еще какие-то упражнения сидя. Может быть, лежа, можно тренироваться. Вот лежа на диване, мне нравится. Давайте попробуем в опоре на одно колено. Очень простое, очень хорошее упражнение. В том числе и для зарядки всего тела, да. Вытягиваем одну ручку левую вперед и правую ногу. Левую вперед. Да. И вот смотрите, мы соединяем ладонь, колено. Раз. И выпрямляем. Раз. Ой, покажите еще раз, пожалуйста. И раз. Все, поняла. Ага. Раз. Два. И раз. Раз. Как у вас здорово получается. Да. При этом поясница у нас остается неподвижной. И раз. Два. Раз. Хорошо, что Людмила умеет считать только до двух. Давай, Вась, меняй ногу. Я уже поменял вообще-то. Давайте поменяем ногу, тоже сделаем. То есть не обязательно... Слушайте, вот это вот прямо мне больше нравится, чем стоя, потому что, мне кажется, начинать надо вот с этих движений, с этих упражнений, потому что проще вот на самом деле... Двигаться проще, чем стоять, да. Можно, да. А потом уже усложняться, уходить в эти упражнения на одной ноге. Имейте в виду, наши зрители, кто присоединился к нам. Вот, например, сейчас очень популярны круизы, путешествия там по рекам, по городам России, по Волге. Есть ли, знаете, вот какая-то экспресс-зарядка? Вот мы знаем, что дома куда-то ехать. Уже в моменте стало плохо, укачивает. Нет, пока, если мы готовимся к путешествию, например, вот поедем через там Крымский мост. Как нам экспресс себя привести в порядок? Вот самый экспресс-вариант, это можно восьмеркой, восьмерку нарисовать глазами, то есть горизонтальную восьмерку. Да, давайте попробуем. Вот мы рисуем глазами, зрачками восьмерку. А горизонтальную или вертикальную? Горизонтальную. Ой, а я вертикальную рисовал. Я тоже вертикальную. Слушайте, на самом деле так сложно рисовать восьмерку. Да, 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 непросто. Но это вот такое одно из быстрых упражнений. А зачем мы ее рисуем? Потому что мы фокусируем всегда наше зрение на одной точке и таким образом тоже пытаемся контролировать наше равновесие, наш баланс. Сейчас наши зрители подумают, что я сошел с ума, глядя в мои глаза. Смотрите, это экспресс-зарядка. Неправда, все в порядке. Вася, ты немножко не окощей. Вот еще экспресс-зарядка, а еще какая-то есть? Может быть, вот с движениями тела? Ну, смотрите, с движениями тела, вот то, что мы сейчас выполняли. Вот это, запомнили, да. Еще, конечно, можно, например, сделать отведение ног вправо и влево, стоя. Ну, подождите, у меня есть для вас еще одно упражнение. Давайте, в горе. Очень классное, но оно непростое. Двои сотрудности. Мы можем попробовать одну ножку наверх, да, и опустили вниз. И то же самое левую наверх, и опустили вниз. Опустили вниз. И снова наверх, опустили вниз. Следим за поясницей, чтобы ничего у нас там не прогибалось. А лицо куда смотрит в это время? Смотрим перед собой. А, перед собой. Да. Алина, спасибо вам большое. На самом деле, очень здорово. Я надеюсь, что несуществующую нашу морскую болезнь мы победили, а наши зрители присоединились и тоже делают эти простые упражнения. У нас в гостях была фитнес-тренер Алина Казанцева. Спасибо вам большое.